Миры Артёма Каменистого Пролог 14 дней назад, где-то на границе у болот, проснулся взрывник весь в холодном поту. Сердце колотилось о грудную клетку, норовя пробить её и ускакать в лес. Мальчик окинул взглядом их маленький лагерь. Под боком тихонько сопела Алена, нормальная, живая, совсем не зомби, какой она только что ему привиделась во сне. Взрывник судорожно выдохнул и перевёл взгляд на Дока, который спал, сидя, привалившись спиной к дереву с топором в руках. Это он так на дежурстве? 15. Подходить близко было страшно, но чтобы убедиться, что и с Доком всё в порядке, и это лишь дурной сон, страх пришлось пересилить. Мальчик аккуратно встал, чтобы не потревожить сон подружки и, стараясь не шуметь сухими веточками, попадающимися под ногами, медленно подошёл к спящему мужчине и всмотрелся в лицо. 15. Нет, всё в порядке, нормальное спящее лицо, подумал взволнованный страшным сном ребёнок. 16. Чувство облегчения прошло по всему телу и отразилось на мочевом пузыре. Утерев тыльной стороной руки нос, взрывник огляделся и, выбрав направление, двинулся по нужде. 16. Я же говорил, уснёт, всю ночь сидеть тяжко, тем более мы все так устали. 16. Ничего, пусть спит, теперь я покараулю, думал мальчик, поливая ствол дерева, пока на глаза ему не попалась странная светящаяся тусклой зеленью штука неподалёку. 16. Застегнул штаны, он отправился поглядеть на светящийся предмет. 17. В воздухе ощущался странный, знакомый запах химической кислятины. Под ногами у самой земли стелилась туманная дымка. 17. Ой, прошептал взрывник, так это же перезагрузка. И, повернувшись, побежал вроде бы назад. 18. Он всё бежал и бежал, не разбирая дороги, а туман не кончался. Он поднялся уже выше колен и паника захлестнула сознание. 18. Не успею, где же конец этого кластера? В глазах помутнело, дыхание сбилось, и уже хрипя, словно загнанный конь, хватая ртом воздух, взрывник в очередной раз шлёпнулся, запнувшийся корень, и больше не встал. 19. Мальчик лежал на животе, раскинув руки, уткнувшись правой стороной лица в жидкую грязь, носом пускал пузыри. 20. Эй! Внезапно заржал незнакомый голос, смутно воспринимающийся отплывающим сознанием. 21. Гля, точно лягух в луже булькает! А ну, гамбузия, иди сюда! 21. Взрывника кто-то поднял за шкирку, словно котёнка. 22. И откуда ты у нас такой оборвый же взялся? 22. Хохотнул бородатый мужик, лицо которого мальчик видел очень расплывчато. 22. Куда его? На мясо? 23. Поинтересовался весело второй голос, очень противный и скрипучий. 23. Смеёшься? Какое из него мясо? 24. Мороки больше, чем навара. 24. Ты глянь, кожа до кости, да ещё и свежак совсем. 25. От него кисляком несёт за три километра. Не чуешь, что ли? 26. Вон там только что кластер грузанулся. 27. Он вроде же с той стороны выбежал. 27. Обозначился третий голос. 28. Тебя как звать? Ты один? 28. Взрывник сначала хотел сказать им, что потерялся и надо найти его друзей. 29. Но, услышав про мясо и навар, передумал. 29. Если уж его и сожрут, то хоть одного, а док с Аленкой останутся в безопасности. 29. Ну, живо отвечай, гамбузия! 30. Взрывника тряхнули так, что чуть мозги не вылетели из ушей. — Эм-э-у-у! — выдавил из пересохшего горла малец. — Ты чего, не мой, что ли? — тряхнули его снова, но уже не так сильно. Взрывник кивнул. Зачем он это сделал и сам не понял? — Базиль, да сверни ты его шею и пошли! Нам еще шкандылять черти сколько, а ты с заморышем этим возишься! — раздраженно сказал противный скрипучий голос. — Успею свернуть! — буркнул бородатый и, наконец, поставил мальчишку на землю. — Ну-ка, глянь на меня! — взял он взрывника за подбородок и внимательно посмотрел в глаза. — Будешь меня слушать, будешь жить, понял? — мальчик моргнул в знак согласия. — Но тогда пошли и смотри мне, без шуточек, иначе шкуру с тебя сниму живьем. В прямом смысле. Сосал гамбузия! И, хохотнув, подпихнул мальчонку в спину. — Шагай давай! Невысокий щуплый мужик с козлиной бородкой зло посмотрел на бородатого здоровяка, но промолчал, и только раздраженно плюнув себе под ноги, быстро зашагал вперед. Глава первая — Ну, так чего решаем? Какой вариант выберем? — устало вздохнул прапор и опёрся подбородком о кулак. — Ну, явно не первый. Таскаться всю дорогу с этой ноющей толпой, да ещё и в топях, нет уж увольте. Это вообще не стоило рассматривать как вариант, — ответил Кир. Лично я думаю, что лучше в лесу лагерь устроить и там посидеть недельку с ними, пока мы смотаемся на остров тот и к Герману, а потом все вместе домой спокойно поедем. — За это время у раненых наших конечностей отрастать начнут, и дорога им не такая тяжкая будет. Место только найти нужно подходящее, где отсидеться, или долгий кластер, или в идеале стаб, маленький треугольник, к примеру, вообще было бы замечательно. А то с нашим везением в последнее время обязательно на неожиданную перезагрузку попадём среди ночи. Кир грустно усмехнулся. — Чем тебе наша фарта не нравится? — поднял бровь прапор. — Да через жопу у нас всё, не заметил? — Да и хрен с ним, что через жопу. До поставленной цели мы доходим, доходим, все живы, ну и почти целы, — глянул Налешева. — А по прямой мы идём или зигзагами скакать приходится, это уже дело десятое. Так что нормально у нас с фартой всё, не наговаривай зря. — И чё с этим прибытком делать тоже придумаем, не нервничай только. — Прибытком? Заметь, Кир, а не с убытками. Даже если мы их всего пятерых до ста подовезём, то всё равно с прибытком приедем. «Ты понимаешь, о чём я тебе говорю сейчас?» Прапор уставился с прищуром на Кира, который развалился в раскладном пляжном кресле с видом полного пофигизма. Слушая их разговор, я не сразу обратил внимание на внутренний призыв умника, и вообще, что это именно призыв, я тоже не сразу сообразил. С этим новым подарком Стикса я столкнулся сейчас впервые. Когда до меня наконец дошло, я подошёл к другу сообщить, что слышу его и узнать, чего он хотел. Новость повергла меня в полную растерянность. — Док, кажется, у меня не будет новой лапы, — сказал мне умник. — Я не чувствую её роста, а уже давно пора бы, сутки прошли. Мы восстанавливаемся намного быстрее людей, и лапа должна была уже начать расти, но никаких изменений. Смотри, даже не зажила ещё, а это вообще нереально, за сутки-то... Мутант был не на шутку озабочен и взволнован. Смотрев умника, я убедился в правоте его слов. Рана заживала, но совершенно обычно по земным меркам. — Как у высшего дела с его ранами? — задал он вопрос, который заставил меня очень сильно занервничать. — Я понял, если такая же картина и у Лешева, то, кажется, у нас очень серьёзные проблемы. Перевязку ему делал Фома, весь день он ехал в другой машине, потом ели и обсуждали планы, так что пока было не до осмотра. Ничего не ответив умнику, я быстрым шагом направился к нашей стайке мыслителей, по пути захватив из машины медицинскую сумку. — Леший, тебе перевязку сделать надо, — сказал я, подходя и, видимо, выдал себя голосом. Все резко замолчали и уставились на меня. — Делай, раз надо. — Леший смотрел на меня немигающим взглядом, в котором читался вопрос. Не обращая ни на кого внимания, я снял бинты и замер. Раны слегка кровили. Да, они были чистые, ни следа воспаления, но и никакой чудесной регенерации тоже не было. Обычные культи со следами вчерашней ампутации, слегка стянутая кетгутом кожа и свежее мясо под тонкой коркой. Прапор превратился в шарпея, так задрал брови на лоб, что вся лысина до самого затылка собралась в гармошку. У остальных вид был не лучшим. Один леший не сильно удивился внешне. — Я-то и думаю, чего он так, собака, болит? — сказал он, совершенно спокойно рассматривая свои обрубки. — Что с умником? Та же песня. Я кивнул. — Однако... — протянул он задумчиво, разглядывая свои обрубки. — Если до утра никаких изменений в лучшую сторону не произойдет, то придется вас обоих оперировать, — заключил я после осмотра. — Зачем это? — напрягся прапор. — Затем, чтобы культю правильно сформировать, пока не поздно, — ответил я. — Думаешь, понадобится? — обошел прямой вопрос леший. — Не знаю. Надеюсь, нет. Но вдруг... Срезать никогда не поздно. Я тоже не стал называть очевидные вещи своими именами, будто боялся, что произнеси я вслух. — Леший, ты, вероятно, останешься без ног на всю жизнь, и я совершу что-то ужасное и непоправимое. Ну вот, другие вопросы решился сам собою, — ухмыльнулся в буро-дулеший. С малой силой, при двух подранках да столпою свежего мяса, в дальний путь пока что лучше не соваться. Переждать надобно, найти спрятанку понадежнее и обождать, покуда вы не вертаетесь, а далее полным составом и до дому. — Я-то на умника надеялся. Сопроводит. Ни один мутант не сунется. А какой из него сейчас провожатый? Дай стикс ему силы хоть прокорм себе самостоятельный обеспечить. А то тяжко нам придется, если еще и он на кошт встанет. Док, ты бы разослал орлов наших бестелесных. Пусть пошукают трохим. Глядишь, котручего и сыщица интересная. Я кивнул и, закончив перевязку, принялся исполнять приказ командира. Около полутора суток спустя. — И откуда они тут взялись? — раздраженным шепотом спросил прапор. — А мне почем знать? — в такой же манере ответил Кир. — Вот же черт, драный, занесла нелегкая. Прапор зло сплюнул в пыль, оставив влажную вмятину. — Пересидим? — поинтересовался трос, выглядывая из-за стены. — Да хрен мы пересидим. Вон засуетились уже, значит срисовали нас. — Готовься к бою! — скомандовал прапор, приводя свое оружие в боевую готовность и занимая удобную позицию для стрельбы. — Хочешь сделать что-то быстро? Не спеши. Вот золотое правило, которое мы нарушили. В погоне за временем решили не объезжать попавшийся на пути затяжной кластер с полуразрушенным куском мегаполиса, где, по идее, уже и воронья не осталось, не то что мутантов. Крайняя перезагрузка произошла настолько давно, что в асфальте проросли приличного размера деревья, в машинах кустарники, а на домах обвалилась не только краска со штукатуркой, но и сами стены, оголив внутренности конструкций. Огромные горы из разного мусора от рассыпавшихся домов постоянно преграждали дорогу нашей машине. В итоге пришлось вывести и пешком разведать более удобный проезд. «Не понял, что за...» — удивленно прошипел прапор. Я осторожно выглянул из-за его плеча и замер в удивлении. На улице среди полуразрушенных домов разворачивался бой, но не с нами. Люди в черной форме передвигались короткими перебежками от укрытия к укрытию, прикрывали друг друга плотным огнем, работали очень четко и слаженно. То, что это профессионалы, не вызывало никаких сомнений. Их противник явно был обескуражен столь плотным натиском, но сдаваться не собирался, активно огрызаясь со своих позиций. Они умело использовали в качестве укрытия любые предметы и дефекты рельефа, и то и дело контратаковали, стараясь разбить бой на локальные стычки и лишить бойцов в черной форме тактической инициативы. «Влево ползи, вон в той яме пристройся», — прошептал мне прапор. «Трос! Прикроешь правый фланг. Да приглядывай за развалинами, мало ли вынесет кого оттуда». Перекатившись в указанном направлении и заняв свое место, я увидел четыре фигуры в пятнистой униформе, которые перебежками отходили вглубь дворика, хладнокровно сдерживая натиск превосходящих сил противника. «Назад, братцы, назад!» Изучив из укрытия оперативную обстановку, прапор попятился, заталкивая Кира в узкий коридор ближайшего здания и поднял автомат, готовясь прикрывать отход. «Это не наша войнушка, ходу отсюда!» — махнул он мне головой, приказывая выползать из укрытия и двигаться в его направлении. Очень жаль, что Муха отправился в сольную разведку. Он стал слишком быстрым, и наша компания его бы только задерживала. Но как бы сейчас пригодился его купол невидимости! Пробежав быстро по небольшому коридору какого-то здания, мы выскочили на совершенно другую улицу. Но и тут кипел нешуточный бой. Прижавшись спиной к стене, прапор выглянул за угол дома и рукой показал бежать до перевернутого на бок ржавого автобуса. Дальше мы уже из бегунов превратились в пластунов и долгие двадцать минут утюжили пыльные улицы своими брюхами, проворно перебирая руками. Пригнув голову и стараясь не выпячивать зад, очень не хотелось бы получить туда шальной пулей, я полз от укрытия к укрытию, килограммами глотая едкую пыль. Горло драло, глаза слезились, сильно хотелось чихнуть, и чтобы этого избежать, я периодически тер до боли нос. Выйдя на финишную прямую, когда до конца квартала нам оставались несчастных двадцать метров, из пролома соседнего дома выскочили четыре бойца в черной форме и, вроде бы не замечая нас, бросились в нашу сторону. Кир перекатился за блестящую машину, вскинул автомат, готовый стрелять, но ждал дальнейших действий бойцов, не спеша показывать свое присутствие. Заметив боковым зрением движения слева, я быстрее заработав локтями и ногами, завалился за соседнюю с Киром машину и тоже поднял вверх дулом свою винтовку, готовой к бою. Переглянулись с Киром, он показал на пальцах расположение и количество бойцов. Тороса и прапора потерял из вида. Услышав характерный звук сорванной чеки, кажется, нас срисовали, и я подскочил с места и рыбкой нырнул в витринный проем, зияющий осколками стекла, как чудовище зубами, прижался всем телом к полу, стараясь укрыться за полуметровым выступом. Мог бы сигануть и Киру под купол, но сюда мне показалось правильнее с точки зрения стратегии. Все эти мысли промелькнули в голове в считанные секунды. Тут же прогремел взрыв, за ним еще один, и началась пальба уже между нами и неизвестными бойцами в черном. Сбив дулом винтовки торчащие куски стекол, и я залег на позицию, но цели пока не видел. Очень неудобное место, нужно срочно менять дислокацию. Оглядевшись, плюхнулся на живот, пополз в нужном направлении, плотно прижимаясь к полу. Вот где мне пригодились мои наручи. Битого стекла и мелкого бетонного крошева хватало с избытком, все руки бы изранил. Добравшись до относительно безопасного места, поднялся и уже бегом рванул к лестнице, ведущей на второй этаж. Отсюда мне было видно все. Я взял в прицел дальнего от меня боевика, который вынул гранату. Затаив дыхание, плавно выжал крок, получив уже давно привычную отдачу в плечо. Боец двинулся, и вместо головы я попал в горло. Перебив позвоночник, пуля улетела дальше. Пальцы парня разжались, выпустив гранату на свои ноги. В другой руке была зажата чека. Не дожидаясь взрыва, я перевел прицел на второго и, кажется, последнего, который длинными очередями буквально поливал свинцом моих товарищей, не давая выснуть тем и носа, пятился к открытому входу некогда жилого дома. Первый выстрел выбил фонтанчик пыли прямо у его ноги. Человек в форме вскинул вверх голову вместе с дулом своего автомата. Справа жахнула граната его товарища. Поправка прицела. Я взял чуть выше и попал четко в глаз, разворотив затылок с чавкающим звуком, окрасив стену за его спиной, в то же мгновение почувствовал ощутимый толчок в левое плечо. Рука тут же онемела. Шаря взглядом по округе, проверяя наличие очередного врага, включил свой скан. Вблизи нас никого, пусто, а вот за домом напротив меня ощутил человек двадцать, да и стрельба слышалась отчетливо. Кровавое пятно вновь привлекло мое внимание, и в голове всплыл психологический тест. «Что вы видите на этой картинке?» И я усмехнулся. «Бабочку, бля!» Услышав условный звук, заглянул вниз под окно и чуть не вскрикнул от пронзительной боли в плече и груди. Кир махнул рукой, мол, идем дальше. Затянув специальный шнурок на рукаве, вшивают в форму как раз для таких случаев, и я спустился к друзьям. Все живы и почти целы. У прапора кровила лысина, но не сильно, видать, мелкими осколками посекло. Оторос то и дело вытирал рассеченную бровь, кровь, от которой заливала глаз, мешая полноценному обзору. «Что?» – кивнул Кир на мою руку. «Не знаю пока, но, вероятно, сквозное». «Ходу, ходу, потом раны зализывать будем!» – сказал прапор громким шепотом и кивнул, призывая нас к дальнейшему передвижению. Наконец-то, выскочив к нашему комбату, выдохнули с облегчением, найдя его в целостности и полном одиночестве. Влетели в салон и рванули назад, подальше от чужих разборок. У них свои проблемы, а у нас свои, и впрягаться, рисковать жизнью, помогая непонятно кому, ни у одного из нас и мыслей не возникло. Отъехав достаточно далеко, так что даже выстрелов слышно не было, остановились в ожидании мухи. Тем временем я занялся врачеванием ран. «Да тише ты, скулап хренов!» – шипел от боли Тарос, которому я шил бровь. «Смотрю ты, у Армана уроки по пыткам брал». «Брал, брал, сиди смирно, не дрыгайся!» «Все, готово! Красава!» – усмекнулся я, глядя на несчастного Тароса. Он скривил от боли физиономию с большущим, набирающим насыщенный цвет фингалом. Пострадавший глаз почти закрылся от опухоли. «Не лапай!» – отдернул я его руку, которая уже была потянулась к свежей ране. «Ща пластырем заклею и свободен!» «Прапор!» – обратился я ко второму подбитому. «Давай лысину сюда гляну! Мозг не задело!» «Шутник!» – иронично хмыкнул прапор и уселся на пластиковый ящик. Себя я подлатал в первую очередь. Ранение сквозное, но кости целы, так что мне сильно повезло. Кир благодаря своей защите остался совершенно невредим и сейчас торчал на крыше нашего комбата, осматривая окрестности. «На, на память!» – положил я на ладонь прапора сантиметровый кусок железа. В кость зашел, еще немного и... «Но не пробило же!» «Не, не пробило!» «Ну и хер на него! Живы будем, не помрем!» – хмыкнув, дернул он щекой. «Штопай давай, да поехали! Вон идет альбинос наш! Интересно, чего это у него такая рожа довольная?» «Скребершу нашел!» – хихикнул Торос. «Я все слышу!» – раздалось в гарнитуре. «Чего расселись? Ночь скоро!» – муха сходу запрыгнул в машину, развалился на одном из задних кресел. Вид у него и вправду был очень счастливый. Унылые улицы, поросшие зеленью и укрытые обрушенными временем, без реновации строениями, потянулись дальше. «Вот же ж черт!» – зло стукнул прапор по рулю ладонью. «Наш маршрут уперся в широченный четырехполосный мост, край которого потерял опору, погрузившись в воду. Обрушился сам или кто помог, нам никакой разницы не было. Факт налицо. Проезда нет!» «Замечательно! Просто замечательно!» – буркнул Кир себе под нос. «И чё делать будем?» – выглянул торос из-за плеча прапора, облокотившись на спинку водительского сидения. «Пешком поплывем!» – ответил прапор с раздражением. «Эх, ща бы ту машинку!» – мечтательно вздохнул торос. «Которые у тех чуваков были, помните, командира, который еще в шмотках кирдовски ходил?» «А, шатун, что ли?» – вспомнил я имя командира той группы. «Ага, точно он! Вот интересная конструкция! Нам бы сейчас такая, ох, как пригодилась бы!» – продолжил мечтательно вздыхать торос. «А бы да кабы, лучше бы карту где нашли, а то ща думай, в какую сторону рулить!» – буркнул прапор, осматриваясь по сторонам. «Ты думаешь, тут бумага могла выжить?» – усмехнул Сакир. «Оглянись!» – показал он рукой в окно, где буйствовали тлен, разруха и ядовитая зелень. Достал из кармана старую немецкую монету и, подбросив ее в воздух, поймал и зажал в кулаке, глянул на прапора и хитро так прищурился. «Ну давай уже показывай!» – сказал прапор, хмыкнув. «Орел!» – «Ну, орел так орел!» – и повернул руль вправо. Видимо, действие с монетой происходило далеко не впервые, и старинные друзья очень хорошо знали правила этой игры. «Река – это плохо!» – вздохнул торос. «Мы с ним сидели сзади, наблюдая за округой сквозь небольшие окна. Гнилое все в этом городе и мосты все сгнили давно, где карантия, что очередной не провалится под нашей машиной. Знали бы, что тут река – вообще бы не сунулись!» – ворчал торос себе под нос, заметно нервничая. «Харетом жути нагонять!» – крикнул сидящий за рулем прапор. «Раскаркался!» «Курить охота!» – вздохнул я, с сожалением, глядя на мертвый город. «Этот пейзаж наводит жуткую тоску!» Муха расплылся в улыбке. Мы с торосом с недоумением на него покосились. «Чего?» – спросил я. «Да так, просто!» «Просто даже мухи не...» И, осекшись на полусловие, глянул на белого товарища и заржал. Торос, слегка улыбнувшись, покачал головой. «Психи!» – сказал он и отвернулся обратно к окну. На этот раз мост оказался вполне цел и даже почти со всеми опорами, но не такой широкий. Изначально прошлись по нему пешочком, чуть ли не обнюхивая со всех сторон, и только потом решились проехать. Откатившись назад метров на триста, прапор врубил первую скорость, дергая коробку передач и разгоняя броневик настолько, насколько это было возможно. «Да храни нас, стикс!» – рявкнул наш водила и влетел на мост, который, жалобно заскрепев, начал проседать и крениться на бок. Скелет в металлоконструкции складывался, как карточный домик. Машина неслась снарядом, выпущенным из пушки, проминая под собой хлипкое покрытие. Этот мост являл собой достаточно узкую двухполосную дорогу с огромными дырами осыпавшегося бетона, словно его пожрала гигантская моль. Вылетев на твердую землю, машина пронеслась еще метров сто и затормозила. Гробовая тишина в салоне нарушалась лишь скрежетом, грохотом и всплесками воды, доносившимися с улицы. — Прапор, ты, конечно, отличный водитель, но дебил! — высказал Сакир. — Не, я лучше на лыжах по асфальту, чем с тобой за рулем. Торос нервно хихикнул. — На лыжах, ха-ха, и по асфальту, уху-ху-ху-ху-ху-ху! Мы с Мухой тоже нервно посмеивались и косились в окно на разрушающийся мост. Холодок пробежал по спине, предательски мелко задрожали руки, которые я тут же зажал между колен, чтобы скрыть этот конфуз. Прапор лишь икнул и повел правым плечом, крякнув. Жаль, лица его мне видно не было. Кир плотно приложился к фляге с живцом, заразив нас всех своим примером. Нахлебавшись вдоволь терпкого алкогольного пойла и немного успокоившись, вылезли из машины, чтобы внимательнее разглядеть, какое безумство мы только что совершили. — М-да! — провел я ладонью по коротким волосам, глядя вниз на бурлящий мутный поток воды. — Ага, метров двадцать есть. Хорошо бы так полетали. — Бульк! — хмыкнул муха и пнул носком ботинка каменюку, которая, описав дугу, булькнула в реку. — Поглядели? — раздался из-за моей спины голос Кира. — Поехали! Закат скоро! Сутки назад. Воспоминания. Призраки нашли среди лесных кластеров небольшой стабильный треугольник. Жаль не остров в воде, но все же лучше, чем простой с перезагрузками. Место глубокое, глухое, добираться пришлось пешком, взяв из машин самое необходимое. Лешиваня сумник, хоть и сам хромал на трех лапах, но высшего удержать на спине вполне был способен. Благодаря этому освободились два силача из трех оставшихся, а три силача — это намного больше, чем один. Муху, прапора и Кира навьючили тюками так, что виднелись только ноги. Как они видели дорогу, не спотыкались при каждом шаге, для меня загадка. Каждый хоть что-то нес. Даже дети старше трех лет. Хотя маленькая Амелия, которая жалела доброго азиакина, идя рядом с одной из женщин, мать девочки оказывалась серой, тоже несла в руках какой-то сверточек. Весь путь я регулярно включал скан так же, как и Кир свой. Призраки всем составом метались по округе, наблюдая за подступами. Случись появиться хоть кому-то на расстоянии нескольких километров крупнее зайца, я тут же об этом узнаю, и по тревоге примем решение — бежать или воевать. Но слава Стиксу дорога прошла спокойно. Мы забрались в такой глушь, что даже случайно туда сложно попасть. Люди шли спокойно, не ныли и не роптали о нарушении их прав и использовании в качестве грузовых ослов. Они даже не спрашивали, куда и зачем мы идем. Просто брели бездумной обреченной толпой. Почти все. Сильно выделялся бодрый дедок, который словно воспрянул духом и старался объять необъятное и утащить неподъемное. Плотно присел с расспросами об этом мире и о его бонусах на уши несчастного тороса, который решил схитрить и прибавил скорости шагу в надежде, что дед быстро выдохнется, не выдержал темпа. Но дедок шустро перебирал ногами, даже не запыхался, несмотря на тяжесть ноши, и все восхищался, как прекрасно он себя чувствует, словно сорок лет скинул. Фома, поглядывая на кислое выражение лица товарища, иногда посмеивался и подкалывал того, напоминая о сострадании, понимании и толерантности. Второй яркой фигурой в толпе была высокая ширококосная женщина, лет 30 с большим животом. Срок ее беременности уже подходил к концу, но ей повезло несказанно оказаться самой иммунной и носить в себе такого же ребенка. Крупная женщина с крупными чертами лица, даже немного грубоватыми, с длинной толстой русой косой ниже пояса очень напоминала русских деревенских баб из времен стародавних. На картинках в книгах таких часто видел. На вид гром баба и на характер такая же. Толковая. В общем, такая вулья выживет. Наташа, мать близнецов, оказалась не ошибочным вложением, и она и оба ее отпрыска, которым, как выяснилось, еще и 9 лет нет, были очень сообразительными и боевыми, к тому же все трое уже с активными дарами. К ним прибился еще один мальчонка лет 12, тот самый работник, который вместе с товарищем все рвался помогать взрослым. Товарищ его погиб, а вот его Наташа успела ухватить за шкирку и удержать около себя вместе со своими детьми. Ох, чует мое сердце, усыновит она парня. Попал он к нам сам, один, с велосипеда сняли. Маленькая трехлетняя Амелия позавчера стала круглой сиротой, но жизнерадостность и сострадание этого ребенка сильно бросались в глаза. Ей всех было жалко. Сегодня на привале она подошла к Лешему и, присев рядом, просто молча стала гладить его забинтованные ноги. «Ты чего, лапушка?» – тихонько спросил умиленный старик. «Бой на тебе, деда, я полечу, ты только не плачь», – ответила малышка, не поднимая головы, все так же гладя культи. Их пришлось прооперировать. Проверив утром, я пришел к выводу, что пока ничего расти не будет и, что самое странное, лишь и на самом деле почувствовал облегчение от прикосновений этого ребенка. «Да никак ты, лекарка, милая», – сказал он в изумлении, рассматривая девчушку, будто впервые увидел. «Док, поди-ка сюда, глянь-ка, кажись, лекарка у нас образовалась». «Да, есть огонек», – я улыбнулся и погладил ничего не понимающую малышку по головке. «Эту пуще прежнего берегите», – сказал мне Леший, когда девочка ушла жалеть умника, который растянулся неподалеку. «Душа у нее чистая, звон слышу, сильная из нее знакарка выйдет, толковая». «Какой звон?» – не понял я. «Дар у меня есть, я души людские слышу, вот у нее как хрустальный колокольчик звенит, а твоя гудит, словно лук боевой». «Никогда не слышал, как луки гудят», – удивился я. «Не сам лук, дурачина», – усмехнулся Леший, «оттетивай его после выстрела». «Покажу потом, есть у меня прелесть сия, полвека с ним по стиксу проходил, не то, что сейчас», – кивнул на свой автомат. «Напомни, Ток, как домой вернемся». И я, угукнув, кивнул согласно. Рыжий, который с дочкой Ариной, как оказалось, парень прошел две чеченские и одну сербскую войны, а на гражданке работал тренером по тайскому боксу. При увольнении носил звание капитана и являлся минером. Как и оба его двойника, палец ему в рот не клади. Леший буквально светился счастьем, когда со стороны наблюдал за ним. «Ага, и я тоже, только у нас сербской не было», – сказал тогда Каштан. «Вот этот», – кивнул на призрака Рыжего. «Сапер и подался», – усмехнулся Каштан. «Я ставлю, значит, а он падла снимает», – шутил призрак безоглядно. В нашу семью новенький Рыжий влился быстро. Ну, мы-то, понятно, воспринимали его как друга и брата уже давно знакомого, а он, видимо, чуйка внутренняя. Не знаю, но буквально через день даже Лешего батькой назвал в разговоре, как и все мы. Ну, на этом наши плюшки среди иммунных и закончились. Остальные были обычными депресняковыми, унылыми свежаками, которые сильно нервировались своими истериками, визгами и даже самим видом. Так и хотелось треснуть иногда. Короче, ждать какой-либо инициативы от них точно не стоило. Стадо баранов, блин. Оставив своих раненых вместе с этим свежим мясом, прапор, муха, кир, торос и я отправились решать задуманное, а Фома с Арманом – на охрану и в помощь Лешему. Нам же путь предстоял не близкий. Сначала через стопик к большому острову с разрушенным кластером сопроводить беременную скребершу к новому гнездовью, а потом в Северные Земли, в научный институт к брату-близнецу нашего Кира, который являлся офицером СС, фанатичным ученым и сдвинутым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова